В семье до сих пор чувствуется нехватка специализированных центров для детей-инвалидов. Эта проблема была рассмотрена на заседании Совета по защите прав детей семейского филиала партии НУРУТАН. На заседании с участием многодетных матерей также были рассмотрены возможности, создаваемые в рамках государственных программ для социально уязвимых категорий граждан. На сегодняшний день многодетным матерям уделяется большое внимание. В этом году была также создана комиссия по поручению Акима города, которая занимается информированием и консультативной помощью для многодетных семей. В нее вошли представители Ассоциации деловых женщин, специалисты самостоятельных отделов Акимата и банков. В этот раз заседание Совета по защите прав детей семейского городского филиала партии НУРУТАН прошло совместно с членами данной комиссии. Они подняли вопросы обеспечения многодетных семей, рассказали о реализации программы БАХТОД по сону 2020 год и о снижении долговой нагрузки по кредитам. Сегодня, я думаю, было очень много полезной информации. На сегодняшнем нашем заседании по Совету защиты прав детей мы пригласили специально представителей ЖКХ, представителей Жилстрой Сбербанка. Сегодня, мне кажется, очень обширно раскрыли вопрос по Жилстрой Сбербанку, на какие можно программы, какие категории. И вот мы сегодня с вами узнали три категории. Это многодетная семья, семья неполная семья и семья с ребенком, с инвалидом. На встречу были приглашены как многодетные матери, так и те женщины, которые воспитывают детей самостоятельно, либо детей с особенностями в развитии. К сожалению, среди таких женщин есть те, кто хочет и может работать, но не с кем оставить ребенка инвалида. Данный вопрос поднимался не раз. Участники заседания отметили, что в семье все еще чувствуется нехватка специальных центров для таких детей. В целом, присутствующие отметили о важности проведения таких общественных приемов. Информации много, информация важная, то, что и по образованию, и остро стоящие вопросы по жилью. Все это здесь решается, и я хочу сказать, что это решается точечно. То есть не просто общий человек, там 20 собрали, у каждого какие вопросы есть, индивидуально решают. Многодетным матерям также рассказали о программе продуктивной занятости. Каждая женщина, обучившись, может начать свое дело, тем самым не зависеть от работодателя и времени. В следующий раз на заседание комиссии будут приглашены специалисты отдела образования и отдела занятости. В завершении встречи каждый смог задать интересующие свои вопросы лично. Специалисты ответили на различные темы. Организаторы отмечают, что такие встречи будут проводиться еженедельно.